Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На ярмарку с песней обновленные ярмарки-привозы стали еще популярнее. Благодарность за работу, взыскание за бездействие. В администрации города прошло очередное планерное совещание. Добро пожаловать на прием граждан. В штабе «Единой России» приняли 61 заявителя. Мама напчанок поздравили на высоком уровне. Благодарности и слова поздравления прозвучали от главы города Сергея Сергеева. А сейчас обо всем подробнее. Все, что душе угодно. По приемлемым ценам, отличного качества и на выбор. И торгуют местные производители под музыку. Алина Гумерова побывала на одной из ярмарок-привозов в микрорайоне Триа. Овощи, фрукты, колбасную и рыбную продукцию, мясные и молочные товары, кондитерские изделия и не только. Приобретают анапчане на ярмарках-привозах. Покупают качественные кубанские продукты по доступной цене. Которые привозят фермеры из сельхозпредприятия Крымского, Славинского, Тимбрюкского и других районов. Условия простые. За торговое место платить не надо. Но продукты продавать без наценок. По специально разработанным рекомендованным ценам. Андрей Кучеренко участвует в ярмарке-привозе уже 6 лет. Продает овощи и фрукты. А последние полтора года привозят на ярмарку свежую рыбу. Карп, толстолобик, сом, карась, судак. Такой богатый выбор для анапчан поставляют из рыбколхоза Шапариевский, станицы Черноярковской, Славинского района. Рыбка хорошая, вкусная. Выращиваем специально, занимаемся. Уже 50 лет колхоз наш на рынке выращивает рыбу. Рыба хорошая. Все хвалят, кто пробовал мою рыбу. Все приходят, еще берут. Выездные сельскохозяйственные ярмарки-привозы работают еженедельно в каждом микрорайоне Анапы для удобства местных жителей. Площадки для таких рынков подбирали максимально доступные и удобные. Для продавцов и для покупателей. За ценовой политика на ярмарке-привозе следят строго. Сотрудники управления сельского хозяйства ведут постоянный мониторинг стоимости продукции. Мы сюда ходим обычно, здесь дешевле, здесь выбор больше. Я живу рядом, мне не всегда есть возможность пойти туда, на рынок, на большой. Мне очень удобно, что здесь продают. Специально во вторник сюда прихожу. Мы живем здесь недалеко. То, что здесь сделали, нам очень хорошо и удобно. Это такой труд поехать туда, на Восточку приехать. Ближайший базар, вот, прям тут недалеко от нас. А так нормально, все хорошо. Девочки все хорошие работают. Цены приемлемые. Два раза в неделю, каждый вторник и субботу, ярмарка-привоз в микрорайоне Триа ждет своих покупателей. Задачи на неделю и долгосрочные. На общегородском планерном совещании первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая потребовала от чиновников отчитаться о своей работе. И о бездействии некоторых специалистов. О чем еще говорили на планерке, расскажем прямо сейчас. Тему административного регламента и отработки заявок подняла заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. По муниципальным закупокам на сегодняшний день у нас работают 75 заявок о точнее жилье и 8 инвестиционных сроков подачи заявки завтра, 9 утра, то есть сегодня. Я их озвучу, озвучивается. Управление жильщико-коммунального хозяйства, адаптация остановочных районов для маловодлинных групп, расчистка русел рек, также у ЖКХ, выполнение работ по техническому обслуживанию в сети и влечного освещения, ЖКХ, и детско-городская больница, поставка лечебного питания для детей, поставка автомобильного топлива, поставка лекарственных средств, бумаги и декоративное художественное освещение и установленное образование. Это уже одна заявка, но это, можно сказать, что тоже заявки нет. Я не была недели. Вчера я вас вызвала, что-то вы там подогнали, а самостоятельно никак. Значит, не до конца дня дохладную. Я буду уставить руководителя нашего в известность, что я настаиваю на тем, чтобы распрощались с рядом специалистов вашего управления, которые отвечают за эту работу. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова подвела итоги Дня здоровья в Субсехском сельском округе. Оказано более полуторы тысячи услуг. Следующий день здоровья пройдет в Гайкадзорском сельском округе. В Анапе прошла иммунизация населения. План по вакцинации выполнен. Группы риска, медработники, педагоги, студенты, водители общественного транспорта и призывники получили сыворотку. Привито почти 30 тысяч детей. В городе и сельских населенных пунктах работали 54 бригады медработников. На планерке говорили об украшении города в преддверии Нового года. Все предприятия торговли, санаторно-курортные отрасли и городские учреждения должны украсить фасады и входы в здания. И подходить к этому вопросу заместитель МРА НАПы Людмила Терещенко распорядилась не формально, а с настроением, чтобы создать праздничное настроение новчанам и гостям курорта. У нас есть такая задача, чтобы по адресам обойти все предприятия, обойти здравоценности, обойти торговые объекты, переговорить с руководителем предприятий и проконтролировать украшения нашего города. Кроме того, в курортной Анапе будут дежурить пять мобильных групп, созданных для контроля за торговлей по адресной проверке целевого использования земли. Власти Анапы намерены заняться восстановлением пляжа, а также в ближайшее время ликвидировать все возможности распространения синтетического препарата «Спайс». Управлению торговли на этой неделе необходимо продолжить ежедневный мониторинг предприятий розничной торговли, которые торгуют обновленной продукцией без наличия лицензии. Также продолжить выявлять несанкционированную торговлю в нашем городе и продолжить работу распространения опасных психоактивных веществ. Более ответственно и инициативно отнестись к работе и обязанностям распорядился заместитель главы города Владимир Забураев, отметив, что на месте аварии на пересечении улиц Тургенева и Ленина последствия до сих пор не устранили, хотя прошла почти неделя. О спортивных достижениях анапчан доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Футбольный клуб «Анапа» в первый год своего существования на чемпионате Краснодарского края вошел в тройку лидеров с бронзовой наградой. Прием граждан провели депутаты Совета, Законодательного собрания края и Госдумы. В штабе «Единая Россия» за 6 часов работы приемные более 60 человек получили разъяснение по заявлениям о помощи. 1 декабря, свой день рождения, партия отметила расширенные встречи с избирателями. Прежде всего с теми, кому нужна помощь. У Светланы как раз такой случай. Как жить дальше, она не представляет. В спешке бежали из Луганска. На глазах слезы, в руках дрожь. Очень благодарна Путину. Мы когда бежали с Луганска, нас единственное спасли только на границе Донецка, Ростовской области. Нас спасли. Мы бежали ночью. И нас там так встретили хорошо. Помогли нам добраться сюда. В Анапе отлично приняли. У Виталия похожая ситуация. Дом разрушен, жить негде. Сейчас получают нужные документы, чтобы устроиться на работу официально. Летом мы смогли себе заработать. Мы не просим деньги, нам не нужны деньги, нам не нужна никакая помощь. Нам нужна помощь одна. Дать возможность заработать себе деньги на прожиточные минимумы хотя бы. Было, мы нашли возможность работать неофициально. Так, возможность была, мы заработали. Ну, время идет, необходимо жить за проживание, платить на питание. Все, одеваться уже зима. Приехали, было еще тепло. Надо себе надежду заработать как бы. Местные жители обращались с насущными проблемами, но не только с личными. Многие ратуют за благоустройство города. Любовь Лукьянчикова просила сделать тротуар около дома. Ходить по обочине дороги невозможно. Везде машины. Место очень оживленное. Жильцы очень озадачены этой проблемой, потому что ни с коляской пройти, проехать, ни с детьми пройти. И просто престарелым людям. Молодые, они быстро реагируют как-то и отскакивают или крутят головами. А люди преклонного возраста, они, конечно, замедленные в движениях. У Валентины тоже сложная ситуация. Борется за наследство 10 лет, которые, по ее мнению, отняли несправедливо. Второй раз она приходит за своим вопросом в Единую Россию. Отец продал, отнял сначала у сына инвалида, у которого полчерепа нет, трудовой увечья, черепно-мозговая травма. Воспользовался его инвалидностью. И продал в 2011 году, а в 2013 сам умер. А теперь сын без наследства. И я вот такой старый человек на костылях, я не могу доказать, где законы, где правда. Чтобы выслушать каждого и дать определенный ответ, требуется время. Проблемы, волнующие жители, очень разные. Люди не идут к депутату, к представителям власти с радостными вестями. Они идут с просьбой оказать помощь. В любом случае ни одно обращение не останется без внимания. В основном много обращений, касающихся жилищного законодательства, земельных отношений, касающихся каких-то юридических вопросов. Ценность мероприятия того, что люди смогли, все желающие, которые хотели бы получить помощь, ответы на вопросы, которые их волновали, они сегодня смогли это сделать. Практически приемы вели, начиная от депутатов Государственной Думы, заканчивая нашими депутатами, руководителями комитетов, наши советы города Курорта Напа. В работе, в приеме принимали участие представители администрации, руководители, начальники управления, начальники отдела. И это оказалось очень ценным. Почему? Потому что, если по жилищным вопросам, то отвечали представители управления ЖКХ. И отвечали профессионально, грамотно и давали стерпящие ответы. На многие вопросы посетители получили ответы сразу. Те, кто не успел подать заявление со своим вопросом в единый день приема граждан, могут записаться в другой день. Еженедельно по расписанию депутаты проводят прием и отвечают на вопросы, которые интересуют жителей. График работы общественной приемной можно посмотреть по адресу улица Крымская, 125. Анапчане и гости курорта. Только один день, 5 декабря, с 10 до 19 часов распродажа кожаных курток, дубленок и обуви. Скидки до 70%. Анапа, улица Красноармейская, 10 Б, отель Плаза. 30 ноября в России отпраздновали День Матери. Самый теплый праздник, несмотря на осенний сезон. Еще более теплую атмосферу создали организаторы праздника в городском театре. Мамы напчанок поздравили на высоком уровне. Благодарности и слова поздравления прозвучали от главы города Сергея Сергеева. День Матери – это день самого дорогого, самого близкого для каждого человека. Этот праздник – дань глубокого уважения единственной самой любимой женщине на земле – маме. Мама – это и профессия, и лучшая награда. Для самых дорогих и почитаемых анапчанок в городском театре подготовили праздничный концерт. Добрые слова поздравления женщинам-матерям произнес глава города Сергей Сергеев. Ребенок для матери, какой бы он ни был, он самый лучший, самый любимый, самый живой. В этот праздничный день я хочу вам пожелать здоровья, пожелать успеха вашим детям, чтобы в ваших семьях был всегда достаток, был лад, чтобы вы имели только благодарных детей. С праздником вас! В фойе гортеатра выставили работы победителей и призеров конкурса «Мамина улыбка». Гран-при городского конкурса присудили ученицы школы номер 19 села Джигинка Анастасии Шаповаловой. На сцене Настя вручила своей маме ее портрет. С праздником поздравили Елену Маторину, она воспитывает 12 приемных детей. Не забыли ей о матерях, чьи сыновья погибли на войне в Афганистане. Честовали мам талантливых ребят в спорте и творчестве. Главным виновникам торжества посвятили много теплых и добрых слов, душесчипательных стихов и песен дарили подарки, цветы, любовь и внимание. Для каждого мама особенная. Я люблю свою маму. Она у меня самая добрая, самая красивая, самая любимая. Моя мама очень добрая, веселая. Она очень помогает иногда мне во всем. Собрать образ мамы – это что? Это душа, это жизнь, это все живое на земле. Это мама. Праздник День Матери еще очень молод, но уже плотно вошел в нашу жизнь. Ведь именно в этот день мы признаемся в самых теплых чувствах к самому главному человеку – маме. Это была краткая версия концерта. Полный сюжет смотрите в пятницу в итоговом выпуске новостей. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 3 декабря в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем 0, минус 1, ночью до 3 градусов мороза. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ